На России в Мурманске было уничтожено полтонны сыров и масла из Голландии, Дании, Норвегии и Финляндии. Дело в том, что когда разобрались, почему его... Ну, прежде всего говорят, что это санкционный продукт, ведь эти страны объявили России санкции, соответственно, Россия вела санкции против них. Ну, а как же, чем же отличаются вот финляндские сыры, финские сыры от российских, аналогов и так далее, голландские и так далее. Все довольно просто, ребятки. И вот почему их уничтожали. Дело в том, что вот сыры и масла из высшизначенных стран не содержат в себе пальмовых масел, а также добавок химических вредных типа Е123, Е510 и прочих Е, которые мы знаем, в изобилии вводятся в российском масле. И дело в том, что, например, российское масло это вообще масло, там же молока нет. А в финском есть. Видимо, за это оно и было уничтожено. То есть, вы понимаете, на сегодняшний день, опять-таки, я не понимаю такой вещи. Смотрите, вы уничтожаете полтоны масла, полтоны молока или сыра, да, неважно чего, овощей, фруктов. Ведь, посмотрите, это еда из хороших нормальных стран, где выращиваются нормальные продукты, где продолжительность жизни вследствие того, что люди едят нормальные продукты, но лет на 20-25, а то и 30 выше, чем на России. И это дело уничтожается. Для чего? Ведь, если вы хотите, чтобы его не продавали, поскольку там за него неуплачены налоги или санкции какие-то, контрсанкции, так возьмите, отдайте же детский дом. Там же у вас дети с голода пухнут или жрут пальмовое масло, в результате которой мальчики проживут лет 50-55, как средний россиянин, а девочки, ну, лет 60-65, как средняя жительница России. Если вы их будете кормить санкционными продуктами, которые вы подавили только что, то эти люди проживут лет по 75, по 80 и так далее. Но я понимаю, почему они их уничтожают. Дело в том, что Путину и его банде совершенно не нужно, чтобы вот эти люди прожили вместо 50 лет 70, ведь тогда им придется платить пенсию. А их пенсию Путин и его компашка давным-давно уже украли. И вывезли в те самые страны продукты, из которых они сейчас так активно давят в Мурманске.